Я вновь приветствую всех, кто меня сейчас смотрит и слушает. Вот, дорогие друзья, я объявляю новый стрим, который, как всегда, конечно, будет посвящен событиям недавнего прошлого. Ну и, конечно, мое освещение этих событий с точки зрения авистийской астрологии. При помощи этих методов, которые я действительно и разрабатывал, и воскрешал практически из пепла в течение почти половины столетия последнего, очень многое можно действительно определить и дать оценку этому, и при помощи этих методик даже заглянуть в будущее. То есть посмотреть, как все эти события, которые мы сейчас воспринимаем, как свалившиеся иногда на нас как бы с неба, никогда такого не было и вот опять, как говорил Чернобыркин, вот как они отзовутся в будущем, либо они могут совсем никак не отозваться, сигары иногда может быть просто сигарой. Ну вот давайте посмотрим, что же у нас было совсем недавно, начиная где-то с конца февраля месяца. Ну, прежде чем к этому перейти, я хотел бы, дорогие друзья, поблагодарить вас за то, что вы пишете комментарии на оба моих канала и на здешний Павел Лоба ТВ, на параллельный канал Института Павла Глобы. Ставьте лайки, подписывайтесь, я буду всегда говорить о том, что вам интересно, и о тех событиях, которые могут повлиять за собой много действительно важных последствий. Иногда хороших, иногда не очень, иногда даже совсем катастрофических. Но все равно лучше об этом предупредить, потому что, как говорят, действительно, предупрежден, значит, не только вооружен, но, может быть, даже и выработать опережающую какую-то себе тактику и стратегию. Вот что было, давайте посмотрим теперь. Прежде всего, мне хотелось бы прокомментировать то, что произошло в последний день февраля месяца, 29 числа. А в это время президент России Владимир Владимирович Путин выступил с очередным, в 19-м по счету посланием к федеральному собранию, которое длилось, в общем-то, два с лишним часа. Его постоянно сейчас обсуждают, до сих пор ищут у них какие-то потаенные смыслы. Некоторые даже конспирологи высказались по этому поводу. Я не конспирологу высказываться не буду. Меня интересует это только зрение аэвестийской астрологии. Когда же это было? В какое время все это произошло? И вот интересно, что на сей раз это совпало как раз с тем днем, который в календарь попадает раз в четыре года. То есть это вот тот самый нехороший день святого Касьяна Римлянина или Касьянов день, который ассоциировался у наших предков с известным всем персонажем русских сказок Кащеем Бессмертным. То есть считается, что поверья, которые связаны с лесокосными годами, они, в общем-то, связаны именно с этим самым нехорошим персонажем русских сказок. Ну, известный всем Кащеем Бессмертный, который, в общем-то, похищал девицу и так далее, у которого были очень такие недружественные по отношению к людям мотивы. Ну, который оказался совсем даже не бессмертным. В общем, вот с этим днем связаны нехорошие поверья. Вот самое странное, что послание президента было как раз связано с этим днем. То есть оно произошло в этот день. Ну, кроме всего прочего, кроме таких вот поверьей календарных, других показателей таких дурных я не особенно увидел. Ну, кроме того, что в это время было обозначено на небе русское поле. Ну, Венера там находилась в русском поле, очень важное, кстати, для гороскопа Российской Федерации. Потому что, например, цикл Венеры – это 8 лет. И этот 8-летний цикл, он с самого начала образования Российской Федерации, в конце 91-го года, он был очень сильно выражен в нашей истории. Ну, вспомним, что Борис Николаевич Ельцин, например, в 80 небольших лет находился у власти официально после распада СССР, как раз конца 91-го года. Ну, и так далее. Первый срок Владимира Владимировича Путина тоже был 8 лет. Потом все это немножко поменялось, но цикл 8-летний остался. Кроме всего прочего, если говорить о том, что там сильно выражено русское поле, то, значит, для России это послание будет не проходным, а достаточно серьезным. Учитывая еще тот факт, что в гороскопе Российской Федерации как раз на это самое время Юпитер, который является звездой королей, вот, состоялся с властью, с законодательными инициативами, находился прямо в верхней кульминации гороскопа нынешнего государства Российской Федерации. Прямо точно, в 10-м градусе Тельца. Лучше не придумаешь. Но другие показатели были, конечно, не такие замечательные, а наоборот, в общем-то, представляли из себя некий аналог ложки дегтя в бочке меда. А именно черная луна, которая проходила по Юпитеру. То есть чья-то злая воля, чье-то направление совершенно не в сторону, скажем, светлого пути для нашей страны. В общем, многие показатели здесь были совсем не такие радужные. И они могут оказаться, несмотря на очень хорошие, скажем, тенденции, которые в самое ближайшее время, в ближайшие перспективы от этого послания президента будут расходиться, как круги по воде, в среднесрочной, особенно в дальнесрочной перспективе. Конечно, для нашей страны это может повлечь за собой совсем не радужные перспективы, а может быть даже и наоборот. Кто-то может этим воспользоваться в своих очень так-то злых и даже корыстных, и даже далеко идущих целях. Вот, дай бог, чтобы этого не было, конечно. Хотя мое дело, как астролога, предупредить, что особенно через год-полтора могут вылезти совсем неблагоприятные последствия того, что было озвучено в этом послании. Хотя для него прямо в ближайшее время было выбрано достаточно хорошее время, которое может повториться только через 12 лет. Вообще сейчас власть в России как никогда сильна, и, в общем, находится даже в апогее своего такого величия. Это, дай бог, чтобы никаких дурных последствий не было. Хотя я, как астролог, вижу, что это все-таки может быть. Следующее, что можно сказать о событиях недавнего прошлого, это то, что произошло в Казани. Несколько ранее, конечно, чем президент России озвучил свое послание, это начало так называемых, как их назвали, игр будущего, связанных они с киберспортом. И вот по поводу этого мероприятия, пафосных достаточно мероприятия, на котором присутствовал и президент России Путин, и главы государств, которые являются дружественными в Российской Федерации, это и Белоруссия, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и так далее. Там еще было очень много различных бизнесменов, спортсменов, разных айтишников, людей, которые интересуются всякими играми компьютерными, из разных стран, в том числе, очень даже недружественных, объявленных недружественными странами. Вот по поводу этих игр будущего, очень много различных версий, в том числе и официальные версии, что это очень хорошо, прекрасно, а есть и другие версии, они связаны уже с трагическими повестками, о том, что наоборот, это все связано с созданием так называемого дивного нового мира, то есть антиутопии, и что за этим за всем стоят совершенно не позитивные, а наоборот даже негативные, разрушительные для всего человечества, для нашей цивилизации силы, и что трансгуманизм и глобалистические проекты просто являются основой этих вот очень пафосных игр. Ну, не будем в этом углубляться, все возможно. Что вы думаете, дорогие друзья, по этому поводу? Мне очень интересно ваше мнение, присылайте комментарии, будем их не только озвучивать, но я постараюсь ответить вам на эти вопросы. То есть, в общем, очень двойственное впечатление они произвели. Эти игры начались они 21 февраля и закончились 3 марта. Если мы посмотрим на 21 февраля, то там мы увидим достаточно позитивную картину. Мы видим здесь Юпитер в верхней комбинации, это для власти, для законодательства, для всего того, что связано с Юпитером. То есть, это, так сказать, влияние на общество и большие возможности расширения активности в разных направлениях. Это очень хороший показатель. А вот другие показатели наоборот. Еще раз хочу подчеркнуть вам, дорогие друзья, крайне негативные. Черная луна по Юпитеру, например, вот вам ложка дегтя в бочке меда. Вот вам еще дурные показатели, связанные с Ураном, который вышел в противостоянии Плутону в гороскопе Российской Федерации. Многое-многое другое негативное. Но самая дурная и негативная констилляция сложилась на небе во время закрытия этих игр 3 марта. Так вот, 3 марта был 23-й так называемый сатанинский лунный день. В свое время мне удалось разработать символику этого календаря на основе практически утраченных знаний древнеперсинских астрологов. Практически все вот эти вот символы лунных дней – это моя разработка. Их постоянно сейчас к месту и не к месту употребляют везде практически и астрологи. И не только астрологи на календарях, но автор этого всего я. Было все это у меня описано в книге «Школа Глоба» еще в 90-м году. Так вот, надо сказать, что такое положение 23-го лунного дня, конечно, может отразиться весьма негативно на последствиях, связанных с этими играми будущего. Как бы потом не пришлось жалеть, что они были открыты. Ну, правда, это не сейчас. Это, возможно, последствия могут проиграться через 3,5 года после их начала. Но, к большому сожалению, это мероприятие с точки зрения астрологических толкований не является абсолютно позитивным. А что вы думаете, дорогие друзья, по этому вопросу? Давайте смотреть и обсуждать вместе. Вот следующее, что можно сказать, дорогие друзья, по событиям недавнего прошлого – это вести с Приднестровья. 28 февраля на съезде депутатов многими странами, не признанной Приднестровской Молдавской Республики, было объявлено ее депутатами этого съезда о намерении обратиться за помощью к России. Ну, для того, чтобы избавиться от экономической блокады со стороны Молдовы. Ну, в общем-то, там давно уже существует напряженность. Это известный факт. И в этой республике, которая объявила себя дружественной, даже, в общем-то, очень близкой к Российской Федерации, проживает около 500 тысяч человек, было обсуждение в России о том, что, и не только в России, о том, что в скорости будет обсуждаться вопрос обступления Приднестровья в состав Российской Федерации. Вот давайте рассмотрим это обстоятельство с точки зрения как раз астрологических показателей. Само Приднестровье, как не признанная республика, была основана 2 сентября 1991 года, а свой статус она получила уже более такой официальный 5 ноября того же самого года. Я многократно говорил об этой республике. Можете посмотреть мои более ранние стримы. Давайте посмотрим теперь, что же было на 28 февраля. Что мы здесь видим? Мы здесь видим, к сожалению, большой крест. В этом кресте участвует и Марс дважды, причем Марс изначальный и Марс вот тот, который сейчас находится на небе. Мы видим здесь Юпитер, связанный с властью. Мы видим Херон, который связан с договороспособностью и с дипломатией. Очень многие показатели мы здесь видим. Такие, которые заставляют нас настораживаться. Потому что крестовая конфигурация, как мы уже с вами, дорогие друзья, обсуждали, она, как правило, приводит к катастрофам. Так что вот вскоре, вполне вероятно, на территории этой республики могут быть очень такие тяжелые события, которые в какой-то степени будут повторять то, что там происходило в начале 90-х годов. Там же были, в общем, чуть ли там не войны, военные действия. Вполне вероятно, что вот такого рода напряженность, которая может привести к военному конфликту, там может наступить через месяц после этого с небольшим. То есть, вблизи затмения солнечного и лунного, это будет 25 марта и 8 апреля, а также вблизи соединения Марса с Сатурном, которое будет наблюдаться 10 апреля. Дай бог, чтобы эту напряженность можно было бы снизить. Тем более, что некоторые показатели в этом гороскопе, они на данные обстоятельства указывают. Например, позитивное положение урана. То есть, неожиданно все это можно снизить в градус напряжения. Если этого там не произойдет в апреле месяце, тогда вот в конце лета, в начале осени все это может повториться. Короче говоря, не затухающий пока очаг, напряженность, тяжелое, конечно, положение людей, живущих там. И разрешиться это может только через 2,5-3 года, позитивно, переговорами и, так сказать, изменившейся общей обстановкой. Вот что можно об этом сказать, дорогие друзья. Ну и, конечно, я очень надеюсь, дорогие друзья, что никаких военных конфликтов не произойдет. Все это можно будет свести на переговоры. Потому что очень страшно, когда гибнут люди. Это ни в коем случае нельзя допускать. Все, что угодно, любые словесные перепалки, любые там войны на словах, с применением даже какой угодно там лексики, вплоть до нецензурной, но только не убийства, только не вот эти катастрофы, которые очень часто люди сами являются их инициаторами. Ну и последняя новость, которую мне хотелось вам, дорогие друзья, сообщить, а точнее ее прокомментировать. Это известие о смерти одного из последних председателей Совета Министров еще Советского Союза Николая Ивановича Рыжкова, которая произошла 28 февраля 2024 года. Ну вот про него следует особо рассказать. Это был очень интересный персонаж нашей истории. Про него говорят, что он человек очень двойственный. Его даже называли плачущей премьеры. Почему-то его упрекали в слабости, потому что он не мог противостоять Горбачеву, хотя занимал особую совершенно позицию по отношению к так называемой, как сейчас уже выяснилось, перестройке. Но вот, тем не менее, это была очень интересная личность. Про него можно сказать, что он был, конечно, профессиональным управленцем. Ну, собственно говоря, человек, который очень долгое время возглавлял Уралмаш, это одно из самых известнейших военных заводов. Вообще был настоящим профессионалом, управленцем из директорского корпуса. Потом вошел в состав полетбюро еще при Андропове. И вот при Горбачеве он стал фактически премьер-министром, вторым лицом в советском государстве до начала 1991 года, когда он ушел в отставку. И потом уже, в общем, последние годы пытался занять активную общественную позицию, был даже сенатором одно время, достаточно долго в Совете Федерации. Ну, в общем, короче говоря, это человек, который вошел в нашу историю. Ну вот, давайте вот как раз мы его сегодня вспомним. В принципе, это был, конечно, очень такой знаковой фигурой. Про него очень много и хорошего, скажем, больше хорошего все-таки его деятельности, чем дурного. Единственное, что ему в свое время инкриминировали, то, что он не противостоял Горбачеву, не смог ему противостоять. Ну, если так разобраться и посмотреть его с точки зрения астрологии, то можно понять в какой-то степени его позицию. Он родился ведь под знаком весов. Редко, когда весы занимают такую активную, непримиримую, такую жесткую позицию, не опираясь при этом на какую-то свою команду. Это бывает крайне редко. Ну, в общем, по его гороскопу можно было увидеть, что он действительно родился под знаком весов. Солнце с прозерпиной. Он действительно хороший профессионал и управленец. Он вникал во все детали своей деятельности. Ее мог быть еще и хорошей ученой. Луна у него была во льве. То есть в центре внимания ему было достаточно хорошо находиться. Он чувствовал себя там как дома. И большое скопление планеты в весах. Там же и Марс. К сожалению, вот человек с Марсом в весах далеко не всегда может занимать такую очень активную, жесткую, неизгибаемую позицию. Он всегда будет, к сожалению, стремиться к такому соглашательству. Что, в общем-то, мы в случае Николая Ивановича Рыжкова и видели. Хотя на другие его стороны он всегда находился и в те самые перестройки, так называемые времена, в центре всегда самых тяжелых событий. В Армении в Спитаке, например, и в Чернобыле. Всегда мы видели его. То есть он действительно был не только суперпрофессионал, но и, в общем-то, его гражданская позиция, человеческая позиция была на очень высоком, действительно, уровне. И это можно будет отметить. Поэтому о нем можно очень многое говорить. В основном все-таки положительного. Я его видел всего один раз в жизни. Это было в конце 90-х годов. И такое было шапочное очень знакомство, которое не было продолжено. Он меня произвел очень такое положительное впечатление. Очень был человеком интеллигентным, хотя из простой семьи. И стремился к самообразованию. И очень такой живо интересовался очень многим. До конца жизни не был заскорудован человеком. Высшие черты знака весов, конечно, ему были присущи. Ну, а вы что думаете, дорогие друзья, по этому поводу? Присылайте комментарии. А вот если посмотреть его гороскоп на смерть, как раз вот наложить два гороскопа, мы не увидим там большого креста. Он умер на 95-м году жизни. Все-таки очень долго жил, слава богу. Но, тем не менее, какие-то показатели дурные у него, конечно, есть. Надо еще разбираться. К сожалению, он не знал времени своего рождения. Говорил примерно утром, но это было не точно. Родился бы он во второй половине дня. Тогда действительно была бы крестовая ситуация у него, которая замкнула бы луна. Но, к сожалению, это точно неизвестно. Поэтому можно увидеть там, конечно, дурное положение Марса, Сатурна и Нептуна. То есть, в общем, действительно, какие-то, может быть, тайные обстоятельства смерти, либо какие-то скрытые болезни у него были, которые, в общем, действительно сократили его срок пребывания на Земле. Светлая ему память этому человеку. И на этом мы сегодня, дорогие друзья, можем наш стрим закончить. Нам очень многое действительно нужно знать, находить до всего своим умом. Не поддаваться провокациям, не поддаваться фейковым новостям, не поддаваться манипуляциям. Потому что нас действительно, дорогие друзья, ждут великие дела. Чего мы действительно, вполне вероятно, будем в ближайшее время достойны. Всего вам самого доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok